Три корпуса переменной этажности, соединённые между собой. Так будет выглядеть первая очередь обновлённой краевой больницы. Внизу приёмное отделение с раздельными блоками для пациентов с подозрением на инфекции, больных в шоковом состоянии и тех, кто не способен самостоятельно передвигаться. В операционных всё будет организовано на высшем уровне, начиная от оборудования и заканчивая жизненно необходимыми мелочами. При многих спортивных травмах требуются технологичные методы исследования, такие как мультиспиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. На текущий момент эти обследования, безусловно, проводятся. Но во время проведения универсиады, когда у нас массовый наплыв спортсменов высокого уровня суда, когда возникает вероятность таких исследований больше, чем в последней жизни, требуется больше оборудования и требуется более компактное его расположение. Собственно говоря, это и будет реализовано в новом корпусе. Специальные передаточные шкафы, что если вдруг что-то понадобилось подать в операционную, то этот инструмент передаётся через специальный двухдверочный шкаф, в котором выравнивается давление, и только после этого потом операционная сестра или персонал операционный может взять это. Это серьёзное улучшение безопасности бактериологической. А вот так больница будет выглядеть изнутри. Например, вот это дизайн-макет будущего детского ожогового отделения. Сейчас завершаются последние обсуждения интерьеров корпуса. Число коек в хирургии останется прежним 375, но логистику выстроят принципиально иначе, благодаря чему операционные будут освобождаться быстрее. Самая высокая степень готовности у комплекса вспомогательных помещений здесь уже проводят чистовую отделку и прокладывают коммуникации. Например, сейчас мы находимся в будущем мусоросортировочном и перерабатывающем блоке. Здесь будут проводить обеззараживание и уничтожение отходов. Ничего подобного раньше в краевой больнице не было. Стоимость работы по возведению первой очереди свыше 7 миллиардов рублей, а весь больничный комплекс перестроят за 20 с лишним миллиардов. Для того, чтобы построить каркас, надо уложить 35 тысяч кубов бетона. Мы на сегодняшний день уложили 25. Все монолитные работы, которые у нас существуют на этих зданиях, мы закончим в апреле месяце. Фасады мы закроем к 1 июля. И окончательный контракт у нас 15 декабря. Во время универсиады в краевую больницу будут привозить получивших травму спортсменов. А после всемирных студенческих игр новые блоки и современные оборудования будут служить жителям края. Анна Московская, Енис Тимошенко, Новости.